Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас в кадре выкидной стилет. И самая основная, важная, отличительная характеристика, почему данный стилет попал в сегодняшнее видео, это вот эта вот штучка, которая у нас является движущей гардой. Как вы можете видеть, вот так вот она находится на клинке в сложенном состоянии. И при открытии клинка нажимаем на кнопку, вот таким вот образом, пушечным выстрелом у нас гарда становится поперек клинка. То есть это нам дает возможность при каких-то там сильных протыкательных ударах руку надежно фиксировать на рукоятке и никуда рука у нас не соскочит. Как это работает? Здесь у нас имеется замок бэклок, то есть вот в этой части, в конце рукоятки мы нажимаем и коромысло у нас снимается с фиксации клинок и клин можно закрывать. То есть все, мы закрыли. Гарда у нас движущая, то есть вот на вот этом вот заклепке, вот таким вот образом она свободно себе ходит. При открытом состоянии она фиксируется полностью прикосновением к рукоятке, далее она свободно гуляет и в сложенном состоянии она становится вдоль рукоятки. Очень красиво смотрится в закрытом состоянии, классно и эффектно это смотрится в открытом состоянии, прям вот действительно очень классно. Долго мы искали такой стилец с этой гардой, наконец-то получилось его найти. Следующее, что очень интересно, это вот этот вот фиксатор замка, то есть мы двигаем вот эту вот полосочку вперед и все, и кнопка у нас уже никак не нажимается и случайно ножик не откроется в кармане. Двинули назад этот штыречек и все, при нажатии кнопки ба-бах, пушечный флип. Вот это отверстие, не пугайтесь, это у нас фиксация в закрытом состоянии, то есть здесь у нас отверстие на клинке, внутри, но я не смогу вам показать, имеется такой вот штырек, который заходит вот это вот в закрытом состоянии в отверстие и фиксирует вот таким вот образом клинок в закрытом состоянии. При нажатии кнопки штырек поднимается и пружина вот эта внутри выталкивает клинок с таким вот отличным пушечным флипом. Это у нас на самом деле не оригинал, это всего лишь очень хорошо сделанная китайская реплика от производителя Фрэнк Вельтрама, моделька называется их Свингард. По характеристикам, длина клинка 98 мм, общая длина 230 мм, толщина клинка 2,9 мм и вес ножа 200, вернее 120 грамм. Железку заявляет производитель 440, закалка 55-57 единиц по шкале Роквелла. Собран весь нож на заклепках, то есть больстеры на заклепках и накладки тоже, как вы можете видеть. Материал накладок указывает какой-то непонятный сплав производитель, трудно понять китайский язык, что все-таки за сплав. Смотрится очень эффектно, здесь даже вот такие вот прям как на роге Буйвола, какие-то отметки светлые. То есть на пластик не похоже, скорее всего какой-то сплав каких-то материалов, но в руке в принципе очень приятное. Заклепки, как вы можете видеть, они не впадают, то есть они здесь не сглажены, поэтому если есть фетиш прям вот чтобы все было сделано прям заподлицо, вся подгоночка супер-супер-супер, то вам скорее всего не коллекционировать стилеты, потому что сборка и все состояние действительно здесь на уровне и один очень, скажем так, ценитель, наш покупатель ножей, которые коллекционируют стилеты, у него есть и куча недорогих стилетов, и он рассказывал про свою линейку, коллекцию дорогих стилетов, сделанных в Италии, и говорит, что вот эти вот реплики, они зачастую сделаны абсолютно не хуже, чем итальянский стилет, который стоит там 7 тысяч и 10 тысяч гривен, а зачастую, говорит, даже вот эта вот подгоночка вот этих заклепок, говорит, она даже лучше, чем на итальянцах, то есть на итальянцах эти заклепки еще больше торчат, чем на китайских репликах. Здесь у нас надпись Италия, но это все-таки подделка, но подделка сделана очень хорошо. Вот такой вот, очень классный по качеству и внешним всем признакам стилет, полированный стилет, он острый, с одной стороны подводы, и с другой стороны у нас здесь фальшлезвие, как вы можете видеть. На этом, пожалуй, и все. Подписывайтесь на наши группы в соцсетях. Всем спасибо за внимание. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok